Здравствуйте! Хотел начать не с предстоящего отопительного сезона, а с прошедшего. Как вы его оцениваете, плохо ли, хорошо ли он прошел, на ваш взгляд? На наш взгляд он прошел удовлетворительно, без каких-то больших срывов, без больших инцидентов. Были определенные проблемы во время запуска, но мы с ними справились. Нынче там, по центру города, ныне вы видели, мы произвели ремонты. Будем надеяться, что все пройдет более-менее гладко. Хорошо, но я правильно понимаю, что едва закончился тот отопительный сезон, началась подготовка уже к следующему? Да. В чем она заключается? Во-первых, сразу после окончания предыдущего отопительного сезона мы провели испытания, которые проводятся раз в пять лет, так называемые испытания на максимальную температуру, которые показали нам надежность швов и надежность так называемой опорно-скользящей системы. Это когда из крана максимально горячая вода бежит, это оно и есть? Да, она не должна бежать из крана, на это время должно как бы все отличаться. Да, мы действительно поднимаем температуру, пускаем волну тепловую прямую, потом обратно, тем самым выявляя определенные дефекты, которые потом устраняем в ходе летней ремонтной кампании. Ну и, соответственно, сразу после окончания испытаний на максимальную температуру мы приступили, как обычно, к гидравлическим испытаниям, которые закончились буквально вчера. Это уже давление, когда трубы проверяют давление? Да, это повышенным давлением поднимаем на 1,25, от рабочего давления стоим 10 минут. Понятно, если будут порывы, выявляем, если нет, то составляем акт о готовности данного участка теплосети. Но многие трубы не выдерживают? Которые не выдерживают, они сразу же поступают в ремонт, и потом проводятся повторные прессовки. Сколько средств потребовалось на ремонты теплосетей в этом уже году? На ремонт и по программе ТПИР, в этом году мы зашли в концессию, будет потрачено больше 250 миллионов рублей. То есть мы еще продолжаем ремонты, еще будет у нас этап изоляции, поэтому больше 250 миллионов рублей будет израсходовано. Таких глобальных ремонтов по Первуральскому городскому округу, ну, как бы никогда не было. Но мы никогда и не работали в концессии. Ну что вот они в себя включают? Можно поподробнее? Да, безусловно. Понятно. И как я уже озвучил, это ремонты после температурных и после гидравлических испытаний. То есть меняем достаточно большие, по простому отрезке труб, да, большие объемы. Эти объемы составили порядка 5 километров, только по магистральным трубам. Кроме того, мы произвели большой ремонт, заканчиваемый на этой неделе. Это ДУ-700 от Бисквита до Ленина-6, глобальный большой ремонт магистральной теплосети. И ремонт в рамках тоже Конституционного соглашения. Это ремонт ЦТП-10, где мы меняем все 4 трубы, 2 тепловых, и делаем так называемую циркулярку. Как говорят в народе, так это у нас технически называется Т-4. То есть это обратный циркуляционный трубопровод по ГВС. В следующем году скажу, что таких ЦТП будет 8. То есть раскопок будет очень много, будем делать, потому что услугу ГВС надо улучшать. Но я хочу сказать гражданам, что надо понимать, что довести до дома и закольцевать, это одна часть программы по улучшению услуги горячей воды. Дальше наступает ответственность управляющей компании, которые должны обеспечить циркуляцию в доме. Это определенный, серьезный, довольно затратный спектр работ, которые они должны произвести. И только в этом случае можно будет гарантировать, когда будет циркуляция и налажена до дома, и непосредственно циркуляция в здании. Я сейчас не буду технически рассказывать, что там надо врезать, переврезать, какие трубопроводы провести по новой. Специалисты управляющих компаний прекрасно знают, что нужно делать в домах. И только после этого можно сказать, да, все технические мероприятия закончены. И соответственно, граждане будут получать нормальную нормативную температуру. Вот если говорить о готовности к отопительному сезону сейчас, она какова в Первоурайске? Ну, к концу этой недели 100%. 100%, то есть полностью. Мы заканчиваем работой по 700-ке, в железе, как я и говорил, все. То есть полностью все опрессовано, основные все участки заменены, мы готовы к запуску. Сам отопительный сезон непосредственно уже начнется в Первоурайске когда? Ну, вышло постановление главы городского округа Первоурайск, Кобца Игоря Валерьевича. Мы очень плотно в тесной связке работаем с администрацией, традиционно. С 12-го числа объекты соцкультбыта, с 15-го жил фонд. Но надо понимать, что объекты соцкультбыта мы запускаем досрочно, буквально с завтрашнего дня. Начинаем запускать детские сады и школы. Просто можно сказать, что отопительный сезон в Первоурайске начнется завтра. На завтра подана одна заявка, запускаем. На последующие не очень много заявок, там практически все детские сады и все школы. Завтра это начнется отопительный сезон в школе 28. Хорошо. Ну, то есть как происходит? Представители школ, руководители, они сами подают заявку, если считают нужным? Да, сверяется полностью финансовая и техническая готовность. У школ с этим проблем нет. Там достаточно на серьезном уровне. Администрации города организована работа в летнем режиме на достаточно, на наш взгляд, серьезном уровне. Поэтому проблем там с финансовой и технической готовностью нет. Поэтому дается разрешение на запуск. И все, запускаем отопление. Подаем до стенки здания. Они, как обычно, в здании там свои слесаря, они, соответственно, налаживают цинкуляцию, смотрят, выпускают воздух, открывают определенный вентиль. И учебный процесс пошел. Слушайте, ну жалко, что в домах жил их так нельзя. Ты сегодня подал заявку досрочно, а завтра тебе подключили. Как будет с домами? В домах, да. А, как будет? Ну, хорошо. В домах разрешение дается на управляющую компанию. То есть на весь жилой фонд, который управляет данная компания. То есть они также осуществляют необходимые мероприятия технические. Ну и, соответственно, подтягивают свою финансовую базу, разбираются. Это все у нас работает. Энергосбыт плюс с ними. Выходят инспектора, проверяют техническую базу. Если все нормально, по всем домам. То есть выдается такое же разрешение на запуск отопления. И запускаем жилой фонд по управляющей компании. Сколько времени это займет? Вот от момента запуска, ну, условно говоря, первой там некоторого количества домов и вот прямо до последнего многоквартирника, да? Ну, обычно у нас на запуск срок две недели. То есть подача тепла до дома, обработка непосредственно дома. Потом определенный период, понятно, так называемые пусковые порывы, которые, соответственно, присутствуют всегда, как по теплотрассам, так и в дома. В какое-то время, да, закрывается дом, по новой там устраняется, или там теплотрасса, то есть закрываем определенный участок, выводим в ремонт, устраняем инцидент, запуск продолжается. Обычно на это где-то запуск, как мы, ведется специальная таблица, каждый день смотрится, да, администрация полностью владеет этими процессами, как бы грамотно его ведет, смотрим, какие дома запускаем, штаб, конечно, создается. Ну и где-то за две недели, в принципе, весь жилой фонд отопления у нас в городе Перуэске подается. Весь жилой фонд сразу, моментально запустить нельзя? Ну, надо же поднять нагрузку. Мы же не можем распахнуть там задвижку, грубо говоря, на магистрале, которая считана, ну, так скажем, на 500 домов, а запуск будет в 20-30, мы просто порвем. То есть запуск происходит как? Поэтапно. Мы понимаем, сколько домов мы будем пускать на три дня вперед. Соответственно, с этим увеличиваем загрузку, да, даем заявку на Перуэскею ТЭЦ, открываем определенный ЦТП, управляющие компании запускают дома. Набираем определенную нагрузку, определенный расход, подключаем вторую трубу, на город две у нас идет, то есть одна авталица, ДУ-700, и ДУ-800, и ДУ-700 идут в город. Подаем нагрузку на вторую трубу, разделяем потоки город, глубоко говоря, пополам, и переходим на зимний режим, набираем полную нагрузку по расходу, и начинаем поднимать давление, потому что то давление, которое сейчас, грубо говоря, у нас 6,5 килограмм, зимой это 8 килограмм, нам еще надо 2 килограмма поднять давление. Вот определенные этапы проходят, и можно будет сказать, что все, город зашел в отопительный сезон, перешел как по схеме, по переключениям, по трубопроводам в зимний режим, так и по расходам и по давлению. Ну, температура, температура зависит от температуры наружного воздуха, то есть мы ее будем, она у нас стартует с 75 и до 115 градусов. Хорошо. График подключения где-то опубликуется вообще? Я думаю, он опубликован уже на сайте администрации, да. Здесь можно посмотреть в свободном доступе это все. Тайны тут нет. Хорошо. Куда жителям жаловаться, если все-таки дом к теплу подключили, а в самой квартире тепла нет? Непосредственно в свою управляющую компанию. То есть это уже все, что внутри дома? Да. И, соответственно, управляющая компания связывается с нашими службами, и смотрим, в принципе, во время запуска коммуникации, налаженной на уровне мастеров. То есть наш мастер, который приятно отвечает за определенный район, да, город поделен по районам, соответственно, у управляющих компаний также, то есть там тоже имеется свой мастер, то есть непосредственно свой человек с бригадой, которая отвечает, они на месте оперативно принимают определенные решения и, соответственно, производят запуск и какие-то там ремонты в случае возникновения определенных инцидентов. Вот с какими проблемами сталкиваетесь на этом этапе пуска тепла? Порывы труб, получается? Ну, соответственно, есть определенные инциденты, да, порывы труб, ну и проблема завоздушивания домов. То есть если это все оперативно решать, то как бы потребитель, хоть мне это не совсем слово нравится, да, Ну, житель. Житель, да, жители непосредственно, владельцы жилого там фонда, квартиры там, ну, сильно ощутить это не должны. То есть когда это все быстро делается, то как бы дискомфорта особого никто не испытывает. Когда это, конечно, затягивается, когда начинаются определенные там трения, недопонимания, что определенное в человеческом общении, в любой работе присутствует, то, конечно, бывают определенные задержки, но на наш взгляд это надо дело искоренять, потому что внутренние проблемы жители не должны интересовать. Житель должен получить тепло, комфорт, большего ничего нет. Ну и, соответственно, качественно оплатить услугу, вовремя качественно получить и вовремя оплатить. Все, на наш взгляд, больше жителя ничего не должно интересовать. Хорошо. Вот по поводу комфорта. Какая температура должна быть в квартире уже после того, как отопление пришло? 20-22 градуса. Угловые квартиры еще есть, там, по-моему, другие стандарты. 22. Соответственно, 22 в угловой, 20 минимум. Да. Так и должно быть. В принципе, плата взымается за эти деньги. За перегревы плата не взымается. Ну, расчет такой идет. Ну и, соответственно, по счетчику это объем тепла, заходящего в дом. Что делать, если температура ниже? Ну, соответственно, обращаться в управляющую компанию. Она уже взаимодействует? Взаимодействует с вами, если нужно. Да, специалист управляющей компании должен понять причину. То есть, в чем причина. Либо в недостаточном объеме, температуре. Если недостаточный объем, температура, понятно, это наш вопрос. Если там чего-то внутри дома, то, соответственно, это вопрос управляющей компании. Тут ничего не меняется из года в год. Одинаково все. Хорошо. Ну, вот зиму обещают холодную, в этот раз суровую. Это для вас такой вызов или это нормально? Ну, это нормально. То есть, мы переживаем холодное. А у вас откуда, я же сейчас спросить информацию, про суровую зиму? Сидоптиков послушал. А, ну, вот предыдущая зима была, и зимой-то назвать было нельзя, достаточно комфортно. До этого была, ну, конечно, при таких температурах, любой коммунальщик, если сказать, что он не вздрагивает, это, мягко скажем, слукавить. Конечно, высокие температуры, я извиняюсь, низкие температуры, они, соответственно, ну, напрягают, и достаточно напрягают. Они и должны напрягать, тут расслабляться нельзя. Потому что это работа оборудования, самое главное, это связано с комфортом проживания людей. То есть, все эти периоды надо постараться пройти без инцидентов. Мы, в принципе, к этому и готовимся. Вот что касается инцидентов, насколько, скажем, такое слово, подберу, позволительно, да, отключать, ну, если что-то случилось, да, отключать тепло зимой? На какой период? Там, час, два, не знаю, несколько часов? От восьми, это зависит от температуры наружного воздуха, какая она. Минимально восемь, максимально сорок восемь часов. То есть, если там... За это время нужно успеть сделать зимой? Да, да, это надо устранить инциденты и подать услугу, соответственно, жителям. Я еще слышал о том, что куда хуже, когда перепады температуры зимой. То совсем холодно, то теплеет. И тогда это испытание уже для теплосетей серьезное. Это речь идет о прямых и обратных линейных расширениях. Когда на улице становится, температура наружного воздуха опускается, соответственно, температура сетевой воды поднимается, да, поднимается в план, есть специальный график поднятия температуры, резко нельзя задирать и обратно нельзя резко снижать в избежание определенных инцидентов. То есть, когда, понятно, труба разогревается, соответственно, эта гармонь пошла сюда. Но когда обратно, она, скажем, гармонь сжимается. Так вот, в основном все инциденты происходят при снижении температуры сетевой воды, соответственно, при повышении температуры наружного воздуха. Так называемые в трубе это обратные линейные расширения. Да, в принципе, у вас в этом понятие правильное. Хорошо. Жители, если что-то идет не так и тепла нет, вот за этот период они же могут перерасчет получить, например? А мы подаем заявку, и перерасчет, в принципе, производится, раз он не получал услуги. Жители сами должны подавать заявку? Или это ваша? Это мы с управляющей компанией контактируем. Если житель считает, что период был не такой, который ему сделал перерасчет, соответственно, он обращается в управляющую компанию, управляющая компания направляет в энергосбыт, мы все это дело сверяем. И если есть какие-то там нарушения и неправильный расчет, то, соответственно, период перерасчета увеличивается. Такие моменты присутствуют, но мы их исправляем, всегда навстречу идем. О том, что вы исправили, о том, что вы отремонтировали. Вот чем новые трубы, новые теплосети, я имею в виду не по своему состоянию, а технологически новые, да, отличаются выгодно от старых. Они более надежные, там, не знаю, более выносливые, да, более адаптированы к этим условиям, или что? Ну, они держат все эти линейные расширения. Ну, или старая металлическая решетка, помните? Кубики, да, с шариками. На уроках физики учили, вот, структура металла. Или она старая, или новая. Это же как автомобиль. Железо, есть такое понятие, усталость металла. Помимо коррозии. То есть, это понятие, труба, она железная, да, это понятие физическое, никто никуда не убирал. Поэтому, да, соответственно, новая труба, будем говорить, она более эластична, чем старая труба. То есть, если даже взять эластичный бинт, он со временем тоже ведь теряется, так и железо. Но это все-таки металлические трубы, да? На отоплении, конечно же. А на этом стали из новых материалов. Мы вот сейчас на 10-й ЦТП, в принципе, ну, можно им совместно подъехать, я объясню конкретно, посмотреть, там, сделать какой-то репортаж. Они уже не металлические, они из новых материалов. Концессионное соглашение, о котором вы говорили в начале, какие возможности оно дает? Потому что, ну, вы и раньше трубы ремонтировали, и раньше эти сети какими-то участками приводили в порядок. Где участками, где и не участками. Мы достаточно уже третий год сохраняем перегладки больше 10 километров. Это дает, во-первых, это объем финансирования, несравнивый в разы. Если в этом году, грубо говоря, 250, то в следующем уже будет 350. И так, в принципе, в первые 7 лет, которые нам отведены на именно основной упор дела на цинклюзионные трубопроводы, там порядка 1,8 миллиардов. То есть, без конституционного соглашения, ни таких вливаний, кто бы мог сделать, ну, в принципе, трудно представляется. Самое главное, это средства, которые вкладываются. Соответственно, они должны отдать отдачу. Самая главная отдача, это комфортное проживание. Это и должно стать основным итогом. Спасибо вам за беседу. Спасибо телезрителям за то, что вы были с нами сегодня. Будьте здоровы, берегите себя. Всего доброго и до встречи. До свидания.